О спортивных событиях вторника 21 апреля уже готовы рассказать корреспонденты программы «Факты спорт». Добрый вечер. Начинаем с новости радостно и интересно. Первым всемирным пляжным играм 2019 года в Сочи быть. Такое решение было принято на ежегодной международной конвенции «Спортаккорд», которая проходит в Олимпийской Южной столице. Ну, скорее всего, программа соревнований будет состоять из 26 видов спорта. Вы их сейчас все введите на нашей плазме. Видов много, все перечислять не буду, но предполагается, это будет 13 пляжных видов спорта, 3 гибридных, ну, проще говоря, смешанных и 10 водных видов спорта. Ну, согласитесь, список огромный, но есть там виды, о которых мы мало что знаем или просто думаем так. Владимир Черкашин решил составить свой список самых интересных видов спорта, которые будут представлены на всемирных пляжных играх 2019. Не все, наверное, согласятся, но самая красивая дисциплина пляжных игр – черлидинг. Если вы думаете, что это всего лишь танцы групп поддержки во время различных матчей, то ошибаетесь. Это самостоятельный вид спорта. По нему проводятся также чемпионаты мира и Европы. Для того, чтобы выступать на таком высоком уровне, недостаточно просто уметь танцевать или просто иметь гимнастические навыки. Нужно быть подкованным во всем, двигаться в такс, пластично, синхронно. Есть несколько дисциплин черлидинга. Это чир – построение пирамид и танцевальное перестроение под кричалки. Чир-данс – спортивные танцы с элементами гимнастики. И чир-микс – соревнования смешанных команд. Лидеры мировых рейтингов в черлидинге – американцы, новозеландцы и японцы. А вот в следующем необычном виде пляжных игр лучше на данный момент французы. Неудивительно, именно они шары, ну или питанг и придумали. Соревнуются две команды. Игроки по очереди бросают металлические шары. Задача – как можно ближе положить снаряд к деревянному кашанету. Если при этом отодвинут или выбит шар с соперника, ничего страшного, это даже лучше. В общем, похож питанг на керлинг. Однако здесь скользить нельзя, да и негде. А ноги спортсменов не должны отрываться от поверхности площадки. Можно перемещаться по площадке, ну или по стадиону в фрисби. Это если иметь в виду самую популярную его дисциплину – алтимат. Цель – доставить снаряд до игрока своей команды. И с специальной формы может летать очень далеко. Но противники, как правило, очень ловкие. Кроме алтимата существует масса разновидностей в фрисби. Например, док-фрисби, когда в игре участвуют собаки. Есть гольф, когда тарелку нужно забросить в корзину и так далее. Что именно мы увидим в Сочи, пока не ясно. Нет точной программы и в соревнованиях спасателей. Это самый что ни на есть пляжный вид спорта. Здесь также масса дисциплин. Есть забеги на песке, состязания на серф-доске или каяке. Спасение утопающих в роли которых, конечно же, манекены. Также спасатели плавают в ластах на время, проводят различные эстафеты. В общем, зрелище яркое. Не менее красивые соревнования аквабайкеров. Наверное, не так увлекательно спортивная рыбалка. Непонятно, пока пляжная борьба. В общем, в Сочи в 2019-м мы точно увидим массу нового и точно не пожалеем. В Кубанское столице открылся сезон американского футбола. Местный клуб «Краснодарские бизоны» в товарищеском матче сразились с командой «Ставропольские камни». Это часто соперник кубанского клуба. В прошлом году, например, команды встречались четыре раза, дважды сильнее были ставропольцы. Одну победу одержали кубанцы и одна встреча завершилась ничью. Этот матч для хозяев сложился неудачно. Гости с первых и до последних минут владели явным преимуществом. И в итоге разгромили бизонов со счетом 41-12. Реванш краснодарцы смогут взять скоро. В конце мая стартует Кубок Юга России по американскому футболу, в котором камни и бизоны наверняка пересекутся вновь. Вот хоккеисты Кубани и Беркута в Кубани сезон завершили давно, но встречаться с болельщиками не забывают даже во время отпуска. Пригласили спортсмены своих фанатов в боулинг поиграть, хоккей посмотреть, да и просто поболтать. О чем говорили, сейчас узнаем. Всех, кто пришел пообщаться с любимыми хоккеистами, ждала обширная развлекательная программа. Первый ее номер – матч финальной серии за Кубок Братины. Дальше турнир по боулингу. Четыре команды, в каждой и фанаты, и хоккеисты. И на сладкое основная цель встречи. Вопросы тренерам и игрокам не всегда, конечно, удобные, ведь сезон оставил неоднозначные впечатления. Молодежка Беркуты заняли шестое место в западной конференции МХЛ, но в первом раунде уступили капитану. Грифоны в плей-офф продержались не дольше, уступив в 1-16 ТХК. В общем, сезон не самый удачный. Следующие, кстати, команды начнут с новым генеральным менеджером. Вместо Евгения Хацея руководить клубом будет Максим Бец, экс-тренер Кубани. И это не единственная перестановка, в составах тоже будет немало изменений. Игроки пока обдумывают наши предложения по поводу оплаты труда. Пока еще не у него контракты подписали, но идет тенденция на омоложение. На просмотр возьмем 7 человек из Беркутов-Кубани, и будем еще просматривать как можно больше молодежи. Несмотря на омоложение, задачи для Грифонов останутся прежними и в следующем сезоне. Это как минимум выход в плей-офф, то же самое можно сказать и о Беркутах. Естественно, команду ослабит уход на повышение ведущих игроков, но тренерский штаб молодежки это не пугает. Команда к работе готова. Предстоит огромная серьезная работа по комплектованию. Мы все прекрасно понимаем, что подпитки своих воспитанников кубанских у нас на данный момент еще нет. Они не подросли, ближайший резерв, это будет 99-го года рождения, пацаны. Но я думаю, что через год, через два они уже подойдут. Страшного в такой ситуации ничего нет, а даже наоборот. Ведь все-таки основная задача молодежки – поставлять новые кадры в главную команду города. В общем, впереди оба коллектива ждет большая селекционная работа. Ее итоги болельщики увидят в следующем сезоне. Стартует он осенью, а команды готовятся к нему уже на льду, начнут в июле. Михаил Самойлов, Владислав Захаров, Кубань-24, Краснодар. Настало время познакомить вас с героем этой недели. Проводить с нами вечера будет полузащитник Краснодара Юрий Гозинский. История вторника о том, как Юра в футбол пришел. В футбол привела мне мама в возрасте шести лет. Я занимался с ребятами взрослее меня на два года. И на самом деле не так много детских школ, куда можно пойти заниматься. Занимался с ребятами со старшими. Но после четырех лет я стал заниматься с ровесниками, со своими. Вроде все шло хорошо, скажем, подавал надежде. И потом, возможно, появилось перейти в дублирующий состав главной команды смены. Это единственная команда, выступающая во второй лиге. Я позанимался в дубли, после чего предложил главный тренер команды поехать на сборы, попробовать свои силы с главной командой. Съездил на первый сбор, ну и, скажем так, все потихоньку, постепенно закрутилось и остался в главной команде. Четыре года играл во второй лиге, в Комсомольске. Ну и, конечно, хотелось расти как футболисту, именно пойти на повышение. И появился вариант с Владивостовским лучом. И тут, как бы, думать долго не пришлось. Я опять же приехал на просмотр. Посмотрели меня и дали руководство согласия, то, что ставят мне в команде. Ну и, наверное, это был толчок в моей жизни, где я почувствовал, скажем, что такой первый дивизион. Конечно, уровень намного на порядок выше, чем вторая лига. И, конечно, после двух хороших лет, и команда вылетела во вторую лигу, и я пошел в московское торпедо. Понимал то, что это Москва, и постоянно приезжаю с элиционерой смотреть на команду. Вот. Год отыграл в торпедо, и спустя год я оказался в замечательном городе, в замечательном клубе Краснодар. Завтра «Агазинский» снова будет в нашем эфире, так что не пропустите. Ну и завершаем сегодняшний выпуск. Тема тоже футбольная, я бы даже сказала, футбольно-любовная. Игрок сборной России Иван Новосельцев закатил, пожалуй, самый зрелищный эпизод чемпионата страны. Защитник Ростова сделал предложение своей возлюбленной прямо на футбольном поле. Избранницей Новосельцева стала баскетболистка московского «Динамо» Катерина Киру. Импровизированная церемония состоялась сразу после окончания матча 24-го тура премьер-лиги между Ростовом и московским «Торпедов», в котором ростовчане победили с минимальным счетом 1-0. Киру на предложение ответила согласием и долгим поцелуем. Я там все это сделаю, чтобы было не забываем. Что ж, после такого шоу не очень решительным предлагаю действовать незамедлительно. Ну а тот, кто уже определился со своим спутником жизни, любите друг друга еще больше. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok